Доброго времени суток! Дорогие друзья, с вами Тексас и я подготовлю для вас обзор первой Старладдеровской недели февраля. Погнали! Начнем с фасткапов. Победителей фасткапов прошедшей недели вы можете видеть на своих экранах. Напоминаю, что Старладдер анонсировал ладдер призовые. 700 долларов распределят между собой 15 ладдер команд, а 300 долларов будет призовым фондом на финал сезона. Инвайты на этот финал получат топ-64 команды ладдера. Так что играйте фасткапом и поднимайтесь по ладдеру. Также на этой неделе состоялся 100-й юбилейный группкап. В турнире приняло участие 168 команд. Все они боролись за слот в про-серию. И борьба была довольно-таки серьезной. До финала добрались только сильнейшие. Средний номер команд, который мне давалось откастить, был в районе 7 тысяч, но, увы, равной борьбы не было. Сначала камбэки разнесли аниме-СТ примерно за 24 минуты. Ну а в финале команда из Узбекистана не справилась с более опытным оппонентом и уже на 12 минуте дважды побывали в таверне полным составом. Ну и заветная GG не заставила себя долго ждать. Денеж Бирс получает заслуженный слот в про-серию. Ну и кто не в курсе, Денеж Бирс это довольно-таки сильная команда по меркам группкапа. Одно из последних достижений это первое место на BTS Europe Open Qualifier. Похоже, они всерьез взялись за свое продвижение по ладору. Так что, пожелаем вам удачи. В Викингкапе посреди недели слоты, в которой команды получают после победы в фасткапах на 16 команд и ммркапах на 8 команд одерживает команда ManeCV. И они получают для себя слот в семи-серию и также слот в квалификации в старь-серию 15 сезона. Субботний Викингкап закончился победой украинского коллектива BIP. Сейчас эта команда находится в семи-лиге, но если судить по полному названию BroInPro, то цель минимум для них это слот в про-серию. Впрочем, победой на Викингкапе они получают для себя слот в квалификации стар-серии 15 сезона. Так что, есть возможность даже перепрыгнуть в про-серию. Замыкающий Викингкап недели выиграл российский коллектив Asuna. Ну и в награду они также получают для себя слот в квалификации стар-серии следующего сезона. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети. Ссылочки в описании. Ставьте лайки и, конечно, подписывайтесь на канал StarLadder. С вами был Тексас. Пока!